Нет идеального региона. Везде есть сплитпушеры. В каждом регионе есть сплитпушеры. Не найти тебе хорошего. Может быть Африка, Серёг. Может быть Африка. Всё ещё возможно. Или Австралия. Ну это, быть может... Ты вообще знаешь, что я наполеен швед? Ну, на четверть, то есть. На СК-гейминг? У меня у дедушки фамилия Рунквист. Хорошо. Ты вообще знаешь, что Серёга играл в СК-гейминг? Я говорю четверть СК-гейминг. Я знаю, что они могут сплитпушить. Мне не нравится твоя команда. Не нравилась тебе команда, в которой ты играл в СК-гейминг? Нет, тогда они играли по-другому. Тогда они ещё не сплитпушили. Тогда ещё Акин на меде играл. Они тогда грязь начали вытворять. Нет, на меде в СК-гейминг играл я. Давайте посмотрим пики игры. Уже начинается матч. Уже начинается матч. Значит, перуанской заварушке быть. Да. Ну, конечно, оно должно было быть. Сейчас внезапно просто приходит сообщение. Мы решили не играть. Молния ударила, метеоритный дождь, чёрные дыры. Мне нравится этот книг «Катарха Яма». Это мне Этернолайен прям сразу напоминает. Может, это он есть? Может быть, под фейком? Под фейком. Напоминает мне Амарах Яма. Что-то знают, наверное, Элит Вулс. Ферст Бан Алхимик. В этом регионе вообще свои правила в плане драфта. Виспо здесь не жалуют. Визаж. Интересно. Я не уверен даже, уйдёт ли в бандум и вообще возьмёт ли кто-то этот персонаж. Забудь, Артур, вообще тут не думай. Я говорю, здесь свои правила. Это я вчера пробовал. Не получается. Вообще не получается. Отгадывать, что они пикнут. Это даже не Америка. Если можно как-то предсказать пики американских миксов, вот этих, с которыми ты более-менее знаком, то вот когда дело доходит до команд из Перу, из Бразилии, то там просто своя дота какая-то, своя атмосфера. Я говорю, логики вообще... Быть может климат как-то влияет. Может. Логики драфта Юго-Востока и Америки, вот этой Америки второго эшелона, я не понимаю. Почему? Вчера мы более-менее справлялись. Потому что мы уже вроде как бы въезжаем. Минимально компетентны, да, становимся. Мы потихонечку втягиваемся в рэп этот. Американский рэп-мобиль? Вот. Герои, которые на столе стоят, они в принципе и могут заезжать. Из них можно выбирать. Это Сларк, Блутсикер, почему бы нет. Баунтихантер тоже. Баунтихантер тоже. Возможно, знаешь, у какой-то команды не очень корректно отображаются там... Дум в бан. Не очень корректно отображаются герои, которые есть вообще в доте. Там у кого-то, может, забаговало что-то. Он тогда встал всех деми-хирус и думает, «Хммм, возьму-ка я вот это». Да нет, ты знаешь, пока что Дум не в бан. Они, я тягу, они его не пекают вообще. Как раз, вот мы вчера, по-моему, смотрели анноунов. Дум заходил во вторую стадию пика. Его не банили в первый, не пекали в первый и не банили во второй. Зато вот, герой, собственно, первой фазы банов, Свардар. Вы просто посмотрите на эти баны и все. Тут дальше гадать ничего даже не нужно. Ну что, эсэфчик для смеша? Просто смотрим, что они пекают. Что забавно, ребята-то играют на солидном уровне. Уже неплохо они поднялись. Да, пару лет. Просто у них свои правила игры. Так это хорошо. Это то, о чем ты говорил, Серега, в перерыве, когда мы смотрели одну из игр, что команда второго эшелона, они очень часто пытаются повторить то, что делают команды первого эшелона и капитаны в стратегиях. И у них не получается это делать, потому что не хватает опыта. А вот так вот, все-таки Дум. Не хватает опыта и сил. А вот и ферст пик. Есть, есть, смотри, этот герой зашел. Так, осталось. Сколько у нас семь героев? Один уже зашел, еще шесть осталось. Так, давай. Ну, Тинни может заехать еще. Почему бы нет? Кристалл Мейден. Вчера я говорил, что средний уровень доты, он вообще упал. С командой второго эшелона они показывают ужасную доту. У них нет никаких своих заготовок. Они пытаются все скопировать и повторить. У них это не получается. И очень плохо вообще, в принципе, играют. Но это потому, что они не понимают именно с какой целью этот персонаж выбран. Почему он ротируется именно так по карте. Почему он делает именно эти действия. Нет, просто они еще очень плохо кнопки жмут себе почему-то. Ну, это ты сам вчера говорил. Да, так и было. Серега вчера много чего говорил. Интересно. Четвертик плюс Виверна в ответ на Дума. Да неплохо вроде. Ну, стандартненько весьма. Ну, учитывая, что единственная игре, которую я вчера здесь анализировал, было Сэф на ферст пик. Здесь он снова на ферст пик. Ничего не поменялось за день. Судя этого, героя здесь почитают и жалуют. Ну, когда берут Дума, в принципе, нужно уже сразу выходить в двух керри. Как-то пытаться это делать. Потому что, если ты будешь играть против Дума через одного керри, игра будет бесполезной. Даже для ребят из Elite Wolves. Ну, и пока очень и очень все не необычно. Ну, вот появится ли Брюмастер, о котором мы говорили, который достаточно неплохо выключает Дума, он может избежать фокуса от ультимативной способности и таким образом еще и контролировать несколько раз за замес оппонента своего через битры и через стан. Смэш умеет на Брюмастере точно. Но Смэш за Дума, к сожалению. А вот мы вчера говорили, что Дума может еще и Брюм очень сильно усилять. Да, это то, о чем говорил Серега. И под Дазла, под Хилл, что ему очень нравится Дума в ремастер. Это весьма-весьма внушительный пик. Уверен. Под Дума, все что угодно можно напекать. Просто, когда на тебя вот это... Мне не нравится играть, когда на тебя вот это все бежит. Как раз вот это Артура Дота. Очень прикольное, когда там всякие слордары под щитами абадонов. Вот это что-то там еще какое-то там мерзкое. Слушай, Серега, тебе не понять. Тебе не нравится, когда на тебя все бежат. Бегут, бегут. Сами хотят драться. Все бежит. Тебе не нравится, когда с тобой не хотят драться. Мне много чего не нравится. Какая Дота тебе нравится, когда все в Миду 5 на 5 встречаются и начинают... Блэк Холл, Рэвидж. Ну да, да, да. Все попроще. Всем нравится, но... Да. Какой ты привереда, Сергей. Привереда. Минус аппарейшн, минус там парейшн. Да нет, я все. Здесь по-хорошему, просто реально Дум с пандой очень хорошо комбинирует. Потому что и ты с Думой можешь кого-то выключить. Дума может кого-то выключить. Дума может кого-то выключить пандой. Трудно будет отпушивать пауков. И вот решили избавиться. Быть может, что-то, что-то и зайдет. Дум коровый с легкой линией, которую будет фармить. А брюмастер при поддержке одного из суппортов в сложной линии. Нет, скорее брюмастер в легкой, а дум в сложной. Нет смысла. Тут много вариантов в действительности. Вопрос лишь приоритетов. Нет, наверное, это единственный вариант. По-другому сделать нельзя. Можно играть с Думом Кэрри, но тогда тебе не нужен какой-то такой фармящий персонаж на оффлейне. Тебе на оффлейне нужен инициатор. Что тебе нужно от панды? Тебе нужен от него даггер. И 6-й левел очень быстрый. Тогда он пойдет всех убивать. И 6-й левел чуть побольше даже можно добавить. Это как китайцы в свое время делали. И ставили и бэтрайдера в легкую, и кентавра в легкую. И вот впоследствии ротировались. И позволяли очень быстро навязывать через этот блинк драки на карте. Делать пик-оффы. Тем самым зарабатывая золото и лишая противника фарма. Вот у Гармаджай. Дабла какая-то интересная. Нет, может быть просто саппорт, который как-то может совладать с Думом и его отзонить на оффлейне. А помните времена Нави, когда Джаггернаут ходил в сложную линию? Помните времена Нави? Ходил, втерпал, суппорты выходили из лесу. Сначала тусовались в легкой линии, получали небольшое преимущество по уровню за счет пулинга. И приходили к Джаггернауту, оставляя при этом героя инициатора на легкой. К сожалению, это работает только с Ченом. Хорошо. Я один раз за свою карьеру, по-моему, даже за ВП, играл лесным Джаггернаутом вообще. Ладно, я на четвертом Интернешнлле играл лесным Джаггернаутом пару раз. Кто? Ладно, я много раз. Ладно, я на четвертом Интернешнлле весьма успешно при этом. Делал там немало вещей полезных. Четвертый пик для элитных валков. Это Чен. С чем он только? Оп, Чен. Как раз о том, о чем мы говорили тоже, что когда ты берешь, думая, первым вообще пиком, ты можешь отталкиваться... На тебя все бежит. На меня, если честно, на меня все бежит. Вот два саппорта у Элитву ни рыба, ни мясо. Два хиллера без ганг-потенциала. Я не удивлюсь, если это будет пассивный Чен, который просто будет фармить лес особо... Ну, может быть, он чуть-чуть напряжет СФ в миде. Получится убить хорошо, но я не думаю, что он будет много двигаться по карте. Это ярко выраженный спуш. Тут вообще никто ничего не будет делать. Дум будет точно керри. Он будет фармить себе какие-нибудь там артефакты, как раз потом съест волчонка, соберет себе тот же Владимир. Владимир, да. Скорее всего, наверняка. И пойдут просто на какой-то там 10-15 минуте и все подряд ломать. Мне почему-то кажется, что они еще и думал в оффлайн впихнуть. Могут впихнуть и думал в оффлайн еще кто-то героев взять. Но это же очень жадный пик будет. Потому что дум не сможет идти в лес, потому что там Чен ставит. Именно. Во, баунтихантер, бан. Иди отсюда. Сларк в бан. Кстати, смотри, да. Так-то у нас только 4 героя осталось из СМИ. Смотри, кого еще нужно? Как вы смотрите на Бестмастера, который аурами даст... Бестмастер неплох. Даст возможность побыстрее сносить товара, захватывать инициативу. Плюс возможность контролировать карту за счет сокола. Плюс возможность собрать еще не крак этому пушу. И кабаны всякие будут летать. У вас пик Дарсир, вы заметили, что вообще как бы в пуле Квапа есть? Да. Но перуанцы, наверное, не заметили ее. И Баланар, и Висп есть, все есть. Висп я знал, что, допустим, не берут его в этом регионе. Или берут редко. Баланар входит в мету. Ладно. Квапа тоже можно упустить. Но вот то, что просто ребята проигнорят Квапу, это забавно. Ну, на Outpush что мы видим? Есть Дарксир, который с щитами будет через крипов спамить Виверна и Огр. На Outpush есть Нюки Виверна, который с маленьким клубом. А вот и Квапа, да. Это не бист. Квапа на пятый пик. И куда она пойдет? Куда пойдет? Смэш? Смэш? Я бы в оффлейн пошел бы на Квапе. Виндрейнджер, может быть, оффлейн? Нет. Думкерри оффлейн. Сейчас посмотрим, у них с Тингерком на оффлейне играет. Чтоб Джиггернаут просто не... Либо Виндраннер, либо Квапу ставь спокойно в оффлейн. Чтоб Джиггернаут просто не мог убить героя с эскейпом. Первая карта полуфинала Виндров уже американских отборочных на Франкфурт. Плей-офф. Элитные Волки против Unknown. Начинается прямо сейчас. Давайте, давайте, давайте уже. Витя, Арэн, давайте. Даем, Иван. Даем. Да, плавненько мы сместились на следующий регион. Это регион Америка. И Best of 3 очередные за выход в гранд-финал, так сказать, отборочных. И пик сначала я подумал, что будет дикий пуш. То есть реально думал, что появится какой-то бестмастер или еще что-то с какой-то живностью и пойдут толкать. Но нет, это оказалось не так. Перуанцы, 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 которые давно себя там заявляли неплохо в дотке, но из-за проблем с пингом выступали они так себе. Я ничего из этих товарищей не комментировал, поэтому для меня будет это вдвойне интереснее. Посмотреть, понаблюдать, чего умеют, чего не умеют. Ну, по драфтам, конечно, то, что мы посмотрели, сразу видно, то, что у ребят свое видение доты, может быть, оно более сильное, чем у остальных ребят. Может быть, оно, наоборот, отстает. Это уже дело такое. О, у нас тут SF пританцовывает. Ой, да случайно не тут же... О, все, я вспомнил. Это вчерашний пацан, который нон-стоп с шестого уровня ходил, нажимал ультимейт-стоп и пританцовывал. Ультимейт-стоп пританцовывал. Так он и так пританцовывал. Да? На протяжении сорока минут, типа, это творил просто без перерыва. Любитель тут поплясать. Танцулечки. Не, ну а что? Надо же как-то веселиться, развлекаться. Ну, аналитики наши все по пикам сказали. У нас есть, конечно, тоже свое видение, что тут вообще и как. И мы видим тоже, что ребята из команды элитных волков собираются довольно агрессивно шпилить без явно выраженного керри. Пушить, пушить, убивать, ломать, крушить и заканчивать игру быстро. Тем более, что у команды Аноун есть Джиггернаут в лейте, который довольно-таки силен. И Шэдоуфинт, против которого тоже игру желательно не затягивать, если ты не имеешь какой-то ответ в лейте. Но Думбрингера, в принципе... Думбрингер, в принципе... Думбрингер будет оффлейновым, поэтому вряд ли он что-то себе великолепное вынесет на ранней стадии. Я думаю, что если игра перейдет за 35-ю где-то минуту, то все. То вариантов практически не останется. Если, конечно, стадия лейнинга не будет выиграна в такой салат просто, что у Аноун ничего не будет банально в руках. Ну, посмотрим. Давай по составам. Аноун с Док будет играть на Огрмаге, Стендин пританцовывающий вот эти скобочки, Шэдоуфинт, Рокгай будет играть на Дараксире, Вигвам, Джиггернаут, Хошимбики, Винтер Виверна. У Волков, значит, МС-ТКО будет у нас играть. Дазлом, Смэш, Виндрэнджер, Масоку, Начением, Стингер, Думбрингер и Ван будет играть Квин оф Пейн. И на топе что-то тут уже Огр. Кстати, как у него четкий контроль. Он прям до последнего пикселя Рейнджа Таура подошел, ударил, а потом назад. То есть вот этого ротчик-то и не тюкнул. Какой он жесткий. Слушай, SF, я так понимаю, у него какой-то бинт, наверное, стоит. Ну, потому что реально ходить и нажимать этот нон-стоп-таунт, это нереально. Ну, вот просто невозможно. А он... Потому что у него педаль, знаешь, там бинт такой, педаль, он такой... Не, ну а что, можно же в теории сделать такие бинды? Можно в теории, да. Я вот как-то рассуждал тоже на эту тему. Почему бы мне сделать какие-то бинды, какие-то кнопочки дополнительные, которые можно ногами нажимать? Так можно, почему нет? То есть ты установишь себе педали, ты же можешь забить. Так да, технически это легко можно сделать. Технически это можно легко сделать, но просто я к тому, что почему никто этого не делает? Такие, оп, серия новых девайсов. Да-да-да-да. Рейзер-педаль. Будь на шаг, миди. Прожмите свой форстав быстрее. Слушай, надо-надо... Или грифсы ставить на ногу, или травы ланту. Тук-тук. Да, шутка. Да, шутка трава, улетел. Нормальная тема. Вполне себе. Очень много годных идей. Медлем, смеш, игнайт. Смотри, тут ядом как травят, тут и Виндран не особо помогает. Виндран уже закончился, а половина хп отлетела. Приходится кушать тангус. Ну, надолго саппорта здесь, я думаю, не останутся. Дум уже скушал урсу под медлом. Где-то очень жадно сейчас фармят лес, что Масоку тут, что Дум, Квапана и Зелэйни. Нормально себя будет чувствовать, но другое дело то, что она вряд ли загоняет ДСа в соло. Ну, это да. Но хотя бы не будет от этого ДСа страдать. От ДС, как мы видим, еще и умудряются в лес делать отводы всякие разные противные. Ау-ю-ю, а тут у нас что? А тут у нас что? У нас тут отваливается Виктор Виверна. А как Виктор Виверна похибает? Чен его... В соло от Чена? Да, судя. Но он же побитый убегал, и, видать, его Чен цапанул, дал клэп, тычка-тычка-тычка, и потом догнал и добил рукой. Как-то вот так вот, неожиданно для нас. Но Ферсблад за Волками. Слушай, ну это Дабла, Дазл, Дум, она вообще неубиваемая. Дум может здесь так быковать, как только у него появится второй уровень и земля. Ему ничего не сделают. Часто, конечно, он уизвенит. Он тоже, по сути, ничего не сделает. Он ничего не сделает, но ему же на оффлейне главное что-то вынести. Да, да, это верно. Ему и не надо ничего делать. Ему главное стоять и получать экспулечку. Дазл там на подстраховке. Дазл еще, как ни странно, даже почти третий левел. Стингер уходит опять в лес. Хочет скушать какого-нибудь крипа. Ни одного крипа нет. Чё появится, ну если... А, нет, заблочит, заблочит, заблочит. Он до руны идет. Есть баунти руна. Может быть, Игната накинуть? Оп. Клэптол. Кентавр почти добежал. Хочет дать станчик, но анимация не позволяет, поэтому не попадет. Ну, типа, у тебя руну заберут. Дазл в это время экспится, получил уже третий, есть второй шадовой. Попалет в спину. Ну, такое себе. Ну, с грейвом не пробить. Да, плюс тут еще в кулдауне арктик берст, поэтому не особо имеет смысла джаггеру подключаться. Чен, подожгли. Горит. Гнать, он может его... Хотя у него тапочки есть, а здесь тапочки нет. И при хороших раскладах было бы чуть побольше маны, еще бы один Игнать закинуть, и грамотный контроль от Масоку. При ТП шел к себе. Так, в это время на ботаме Дазл откушивается, еле живой джаггернаут, его здесь при этом разминают, фьюри у него уже не имеется. Тычка, тычка, тычка. Неужто дотыкает, просто Дазл автоатака, и Дум не может дотянуться, есть колба. А Shadow Wave 3 это физический дэмэдж. Поторопился, конечно же, нужно было подождать, пока закончится холдомбрейс. В итоге джаггернаут живет. Думбрингер вообще изначально не веб-зрена Думбрингера, он вообще все пытается игнорировать и хочет бить крипов. Он на самом деле... Если бы он пошел срезать джаггернаут, они бы убили бы гораздо раньше. Да, конечно, конечно. Я тоже не совсем понял действия стингера, но он упустил на самом деле фраг. И потом Дазл поторопился со своим вивом. Вейвом. Решил, что мое дело 100%, ничего не делать на оффлейне, главное не умирать. Да, ну тут пользоваться, естественно, моментом нужно. Само собой, фраг был упущен. Шейкл не связывает. Кентавр пытается добежать и застанет, а у Кентавра ему вспит. Продолжает плясать. Ой-ой, бодиблок. Бодиблок пошел, привязочка, это минус ССФ. Да, ну в ВР-ке тапочка нет, но ВР-ку никто и не блочит. Как бедный ВСФ-а. Кентавр его там задолбал. Как раз появляется руна прямо сейчас. Если повезет, это будет руна Эггина, но это руна Инвиза. Да, потол, все равно ползет. Два бутыля можно еще подрезать чужой. Выпить, немного слюней напускать и бросить обратно в Курьера. А, нет, нельзя сейчас выкладывать. Только если тиммейт тебя сам вложит. Сейчас же нельзя. После того, как всякие нехорошие люди в пабликах выкладывают шмотки и ломают их, теперь сделали так, что... Ну, это было неприятно. Да, теперь уже нельзя чужие шмотки. Дум, поедающие катапульты. Это тоже весело очень. Да, тоже весело. Ченг, подчиняющий катапульты, у которых там под штукарь ХП. Тоже довольно интересная штука. Подчинить себе там сколько? Пять штук он может подчинять на последнем? Сколько там? Четыре-четыре крипа. Выгоднее иншент-крипов, конечно, брать, но... Это понятно, но иншент-крипов надо аганим иметь, чтобы... Аганимчик, да. А пока аганима нет, так четыре баллисты берешь, и так залпом, опа, и... Тауэр нормально поседает. Да, с какими-то еще сожженными... Блудластами еще... Блудластами. И бестмастером. Бестмастер. И дум сожженным... Тоже, да-да-да. Крипом. Да, надо так... Будет нормально. Да, вообще нормально. А, вообще чики-пики. Пуш-стратап. Поехала. Так. Огру наваливает. Огар получает сеточку. Сейчас еще будет Клэп. А че он здесь так... Остановился-то? Нагло-дерзко себя ведет Огар. За это его наказывают. Огар, конечно, хороший по статам герой, но не бессмертный. Не бессмертный. Дум. Отправляется в леса. Сейчас будет опять искать Крипчик. Дум больше на саппорта похож. Дазл уже поднял себе там... Ну, близится у него пятый. Дум, по идее, должен тут... Ну, чуть ли не там... На пару левелов обгонять, по сути, Дазла. Но он очень много оставляет именно ему. То ли у этого товарища авторитет настолько жесткий, что он даже на суппорте смотряется в армии. Может быть, виф быстрее получить? Либо подхил максимального уровня, чтобы идти со всей бригадой пушить? Ну, может быть, да. Такова стратегия. Так, ну, тут Думчика пытается подрезать. Первый Shadow Race есть. ТП-аут. Второй Shadow Race. На пиксель отойти. Третий Shadow Race не получается дать. Ушел с телепорта. Повезло. В общем, он даже землю не прожимал. А в это время в медле минус Darkseer. Да, и 0-4 пока. Волки очень и очень уверенно себя реализуют. Работами. Есть Грейв. Ну, прожимать не стал. С лобу дэмиджем здесь Дазл. Ну, вообще, стоило бы Джиггернауту раскрутиться. Он не стал раскручиваться только потому, что там есть Грейв, и он, типа, может уйти с ТП. Ну и что? Пусть уходит с ТП себе на базу. А так он стоит вон и экспица. Еще и он сейчас под хилом каким-нибудь бабахнет и задамажит тебя. То самое действие. Как дела у СФа? 33 на 17 у Shadow Finder. 43 на 14 квапы. В медле Верка по крипам проигрывает просто в салат. У нее 14 всего добитых крипов. Это очень мало. Несмотря на наличие у бизнеса ассистов, все равно дела у нее весьма плохо по крипам. Да, Смэш лидирует очень плотно. Зато он Queen of Pain тоже имеет очень-очень хороший крипстат на Эзилейне. Снизу там что-то какое-то нападение. Похожее на нападение действия. Не, ну, думаю, они не пробьют. Да, да и Джиггернаут очень побитый для того, чтобы нападать. Ну, конечно, есть Хилингвард и Виверна, но... Так да, надо было как-то уже и похилиться. Что? Golden Brace. Надо юзнуть. Слегка восстановили Джаггера. Будет третья земля, и Дум может переходить вот в агрессивную стадию. Начинать атаковать. Тем более, Даззл за спиной с третьим подхилом. Имеет место быть агрессия. Выход в спину. Огармак. Ну, где Станчики? Прожимает землю. Даззл подальше отошел. Да, земля прожимается. Сразу бешеный Реген. Даззл на подстраховке. И вот Огар отбегает. Ни к силу, ни к городу. Сам не понимает, что ему делать. Ой, да еще и Регенчик на пол. Снизу валяется. С пола подобрал. С пола подобрал. Так, тут Даззл. Надо играть на себя. Герой ФТП. Все, без вариантов. Как бы его никак не убить. Живет. Да, да. Арктик Перст дамажил, конечно. Это урон охватило. Да. Дарксирушка тоже в топе нормально фармит. По сути, хоть у него одна смерть, но по крипам вполне себя неплохо чувствует. Даже вторую позицию занимает выше СФ. А так-то. СФчик тоже в таверне разок побывал. Интересно, когда перейдут вот в эту агрессивную стадию. То есть Чену нужен... Ну, еще немного левелов Чену. Шестой подняться. Дума шестой подняться. И тогда уже начнут... Они уже, в принципе, четыре фрага сделали. А по сути... Папа, запрыгивает. Есть ультимейт. Сонька, Сонька, Сонька имеется. И Сонечка по двоим в итоге залетает. Огармак решил помочь. Но понятное дело, что он бы там никак не помог вообще. Ну вот он просто дополнил. Составил компанию своему мидеру. Ну, все, можно пушить же. Почему Чен отводит крипов? Здесь же скелетики есть. Есть все, что необходимо, чтобы попушить. Там спалили вверх. Ну, сейчас СОВ их надувает. Забирает сейчас кучу крипов для Чена. Пауэршотик. Не стесняется смеш. На топе в это время. ДС. Получает дайгер. Ну, прогонит его отсюда. Хотя Квапа наперед запрыгивает. Сейчас ведь закончится. Сюрж, да, мувспид. Упал, но не хватает дэмэджа, чтобы допить. Да, Суржи второго левела. Вот первого левела они точно бы не спасли. А второго он выживает. Лишние полторы секунды. Ну, потихоньку, помаленьку. Можно уже, на самом деле, переключиться там на... Так. Нетворца. Да, на нетворца. Посмотрите, графики. 3000 экспы. Там, 3500. Нет, 3500 экспы как раз-таки 3000 золота. Преимущество уже неплохое, учитывая, что десятая минута СФ-чика в топе пытаются как-то тут разводить. В итоге чуть не померли. Грейв есть. Он сейчас СФ-а будут убивать по мне. Да, вешают. Пошел хил. Дум. Квапа. Ну, прыгать бессмысленно. Хотят пиво с ботлом. Запрыгивает. Да, есть Scream of Pain. Деная нет. Деная нет. Сэйва нет. Ничем СФ-чика помочь не могут. Джаггернаут тупо пушит ботом-линию. Ну, как пушит-то громко сказано. Просто бьет крипов под Тауэром. Так это лучше назвать. А вот здесь и правда идет пуш. Шейклшот связывает. Ну, никто дальше не идет. Просто акцентирует внимание на вышке. Т1 строение сейчас упадет. Прожимает фортификейшн. Задефать, я думаю, не получится. Откидываться. Банально нечем. Вернен там пытается как-то шелкнуть все это дело. Но нет. Виндрейнджер забирает вышку. По Нетворсу выходит сразу на второе место. Несмотря на то, что по крипам все было ужасно, сейчас уже обгоняет СФ по общей стоимости. Да. Четверка золота, четверка экспы. Очень-очень хорошо по графикам вырываются волки. Ну и, конечно же, коры команды волков. Лидирующие позиции занимают по Нетворсам. Интересно, будет ли квапас собирать некрачей? Вот они бы здесь не помешали посмотреть так. Они выживаемость дают? Да, да, да. Полностью согласен. Вообще, во многих играх очень часто, ну, айтемы лучше подстраивать под пик. Вот если ты пушишь. Да, ультиматерп он появился. Но, к сожалению, это не то, что мы бы хотели видеть. Некра. Но да ладно, тоже неплохо. Вообще, тогда было бы профитнее, мне кажется, делать Орчет. Табы Квин оф Пейн, во-первых, его быстро купила. Хек, когда появится. А Орчет бы появился в минуте так к 14-15. И на какого-нибудь Виверну вешаешь Орчет. И все, по сути, там Виверну заткнуть. И все, чики-пики. Дум собирает барабаны. Играет на команду. Не помешает здесь, опять же, Владмирс, о котором мы говорили. Но хватит одного. Что два это много. Смотри, байтит на себя Дум. У него все-таки ультимейт уже откатился. У него хороший мувспид. Если бы он сейчас заткнул Джаггернаут, Джаггернаут погиб. И, возможно, сейчас так и произойдет. Джаггернаут загулял. Сеточка есть. Джаггер успевает раскрутиться. Но у него все равно повесили. Под сейф-тп никаких нет. Есть. Кто-то летит. Кто-то летит. Кто-то летит. Отменил свой телепорт. Понял, что он просто-напросто погибнет вместе с Джаггернаутом. Что отменил? Это Угрмак прилетел. А, он прилетел? Нет. Ну, ясненько это, да. Я не удивлен. Только этот товарищ мог прицепиться. Сейчас сеточка будет. Пошла сетка. Под хилл, который задамаживал очень неприятно. Ну и все сюда подбежали. Этот колдомбрейс такой постсмертный. Слегка подморозить. Огры толстоват. Да, Огры толстоваты, правда. Ну и минус еще одна вышка. 9-0. Пока просто в одну калитку мнут. Вообще без шансов. Разваливают кабинеты. И по-другому не назовешь. Падает еще один тавер. На самом деле барабаны ауры вот этого крипа. Мувспид 12%. И суммарно все это стакается. Настолько быстрыми получаются ребята из Элит Вулсов. Да, и все сумоны, которые есть у Чена, тоже бешеные. Чен нашел СФ, а? И просто кастует. Да, блазу. Так, ну вот Джаггернаут. Джаггернаут имеет, по сути, не такой плохой набор айтемов. Но сделать он ничего не может. Потому что как бы под Думом мало что получится сделать. Пуча самманов, даже если он забежит в массфайт, там всегда будет самманы Чена. Да, да. Это контра довольно неплохая против Джаггернаута. То есть темный слэш ты и не заюзаешь. Опять его хотят убить. А Дум есть уже? 10 секунд. 10 секунд надо подождать. Ну, сейчас будут уже выходить. Разведут на Фьюри, пока будет крутиться, повесят Дум. Да, вот выходят. Не знаю, с какой стороны подойти. Дум пошла земля. Фьюри. Да, я вообще ТП отменяю. Мне кажется, то, что он ТП отменяет, это перебор небольшой. Как бы. Не дают Джаггернауту жизни. Вообще не дают. Ну, а героев, которые в принципе могут уйти с телепорта от Дума, потому что он левелдезом может сбить. Джаггернаут это один из тех героев, которые могут, по сути, в теории уйти. Но Дум сбивает. Мало того, что он повешается поверх спелл иммуна, так он еще и сбивает ТП. Мне кажется, это небольшой переборчик. С него же даже получается хрен засейвишься. Ну, вообще, да. Ну, можешь за счет какого-то Форс Таффа? Он же не изменяет Форс Таффа, если что, да. Айтемы только с агонимом выключаются? Айт, нет, нет, ты вообще ничего не можешь заюзывать. Ни айтемы, ничего. Ты их подзумом? А, чё, всё же. Ты полностью кусок биржа остановишься. Пассивки точно. Я перепутал. Минус Рошан. Минус Рошан. Да, 15-ая минута. Линейку пианит. Еще на топе один тавер не сломали. Но забрали уже Аегис. Нетворцы растут, растут, еще раз растут. Тоже под 7 тысяч золота, по экспе пока все то же самое, как было. Но это потому, что волки двигаются вместе, а он пытается как-то там... С вапа, просто в соло разбирается. Вот. То есть у клопы есть три айтема, которые она бы могла купить себе. Первый – это некрочи, третий. Ну, это, так скажем, наше видение. Второе – это Аганим, для того, чтобы почаще ультовать. Так, тут у нас поймали Огра. И третий вариант – это Орчет, который тоже был бы очень хорош. Но я бы, если бы ставить вот так вот... Первый – это некр, второй – Аганим, и только на третью позицию поставил бы Орчет. А он делает Хекс. Может быть, попытка Джиггернаута контрить как-то? Хотя тут же Виверну можно выключать. Орчет точно так же Джиггернаута напрягает, если у него манты нет. А вот тут пока до манты, ого-го, сколько. Я громк, 15-й бы точно себе сделал Орчет. Аганим тоже неплохо Джиггернаута контрит, когда тот крутится. Можно у него накричать, и пол-ХП у него как бы не бывало. То есть при любых раскладах вот эти вышеперечисленные айтем, они круче. Фокус фаер пока еще без Аганима, но при этом вышка все равно просаживается моментально. 17-я минута под Вивом, вся эта бригада начинает пушить, прожимают фортификейшн, несмотря на то, что это Т2. Уверен на то, что на Т3 к ним не пойдут, а я бы не был так уверен. Заход в спину, СФ, в смоке, увидел Дума, не самый лучший таргет. Так, и пытается юзануть ультимейт, получается сделать, и Дума очень много ХП сразу прилетело. Грейв, и земля. Он выхиливается очень сильно, привязка по двоим, пошел, получил заприк, попа. И на базу его отправили. Будет выживать, здесь Джиггернау это все-таки развалили. Пытается как-то СФ-чик перед смертью что-то накастовать, хотя пока еще не умирает. Шейкл его не связывает, живет, живет Даззл. Нет, Даззл все-таки забрали. Лопнул СФ, и Даззла посмертно забирает. Ну, нормально, минус 0 и четверых, Дарксир единственный живой, который вот здесь фармит крипов. Мекку не заюзал в замесе, ну, такое, зачем? Что там, кого-то хилить можно Меккой? Она еще и нажимается. А она жауру дает. Да, ну то есть, тут, конечно, подстава подстав, на самом деле. Там СФ нормально могло бы подхилить Джаггера. Кажется, зря Дума отправили на базу. Вообще, перебздели, да. Типа был Грейв, он отошел, у него нереальный реген за счет земли. 1-2 подхила от Даззла. В землю он, кстати, даже не про максимум, он же жадный какой, а? Первый максит. Он убирает айтемы, 2 700 мне денег, я так подозреваю, что это аганимчик, наверное, будет какой-то. Ну, вообще, если бы это был аганимчик, он бы уже себе что-то купил. Судя по всему, что-то другое он себе хочет взять. А черт его знает, что он хочет взять. Черт его знает, что в голове у этого товарища. Не, ну с Шивом может быть. Ой-ой-ой, съедает крипа с клэпчиком, ну и от Экспидаура тоже. Вот, я это был стандартом вчера. Как это говидировать, когда он пляшет? Тут серьезным лицом сидишь, такой, Дум, нападает, и этот пляшет. Да уж. Ну и что, спушивают-то один, неужто вдвоем разберутся, просто забегает ДС. Вакуум есть, думаю, подтянули, земли нет. Но под Вивом и рядом Даззл, поэтому так же не убиваем. Мека есть уже у Чена, почти девятый уровень. Я так догадываюсь, Верка уже добрала, наверное, себе. Да, у нее сейчас будет аганим. Ей не хватает буквально там 15 монет, я думаю, она их дождется. Да, пока регенец как раз дождется и пойдет в бой с аганимчиком уже. Хекс у Queen of Pain на 19 минут. Не, ну, Хекс, безусловно, шикарный айтем, чего уж там. Но, мне кажется, есть шмотки, которые вот прям первым айтемом покупать глупо. Я думаю, что Хекс глупо покупать первым айтемом. Ну ладно, раз уж он его быстро купил, тогда никаких претензий. Да, он дороговат, поэтому раз уж позволяется на данной стадии, то есть Орши-то потом можно потихонечку, он из дешевых составляющих, скажем так, собирается, его можно потихоньку добирать. Хекс, вот он и тем труден, потому что 2700, 2000, то есть собрать это трудно. Ты посмотри, с фокус флайером просто на Т2, снова виф на себя. Да, и вот эту вот армию с армором, с кучей крипов, попытаться задэшить. Голден Брейс, ой, Сплитер Бласт третьего, может по сути пооткидываться, но пока что-то Виверна боится. Нажимайте фортификейшн. Что-то совсем не изъявляет желание дефить, ни одного просто Сплитер Бласта, Виверна. Ага, он понял, что можно нажать это. Ну, здесь, конечно, видно, что тот на более низком уровне, как минимум от команды Анаун. Прям все совсем-совсем беленько. Пошел фокус флайером по баракам. Что, заберут так быстро? 20-я минута. Хекс в ДСА. Хороший, кстати, ультимейт, но толку от него нет, потому что некому закрепить этот ультимейт. Сэф так и не раскастовал свой ульт, пытается кастануть, и пока он плясал, чтобы заюзать свой ультимейт, ХП потерял, и вот он погибает. Байбака нет. Да. Минус первая сторона 100%. Могут сместиться, конечно, на ботом со всей этой гапшой, но крепы слишком далеко. Я думаю, заберут первую, отойдут в миддл, заберут Т2, и пойдут скорее всего у кого-то Рошана. Нам так и надо делать, торопиться некуда. В этой ситуации спешить реально не нужно. Там преимущественно порядка 15 тысяч уже по золоту. Так и есть. 21-я минута. Стороны уже нет. Очень трудно здесь будет донабрать Джиггернаут. Он еще и СМОМ купил, который ему в файте не сильно поможет. Как по мне. Сию, наверное, надо было купить. Да, вообще ничего ему. Да тут дело не в том, что Джиггернаут в этой игре полностью законтрен огромным количеством крипов. Как бы он чисто одевается в физ ДПСера, и если вдруг даже Джиггернаут как-то жутко хорошо оденется, он всегда будет контриться Думом. Поэтому здесь Джаггерер шестрял. Привязка, фокус фаер, минус угармаг. Что-то, мне кажется, мы скоро увидим заветную надпись. Да, уже можно писать эту надпись, просто оно он... 1.17, кстати, один фраг всего лишь есть у Unknown. Они сюда пришли не для того, чтобы ГГ писать, естественно. Будут играть, будут пытаться, набираться опыта. В любом случае большие молодцы, что они добрались до этой стадии. Либо просто не то, что-то напикали. На топе. Минус СФчик. Да, ну тут просто избиение, стандартный такой папчик, где одна команда захватила доминацию и овнет. Но про перуанцев можно сказать, что эти ребята очень агрессивны, уверены в себе. Они не настолько суперсильные по скиллу, но они как минимум в себе уверенные. А Unknown, они тоже в себе уверенный Огр, который бегает, но он тупенько очень отдается. СФчик, который вполне хорошо отстоял мид, но по сути сделать ничего не может. Не очень грамотный выбор Джиггернаута, реализовывать его тоже не умеют. И Виверна, которая, ну это самая худшая Виверна за всю историю даже пабликов, которую я видел. Ну Сплиттер Бласт, ты посмотри на него. Сплиттер Бласт, наведи на Сплиттер Бласт, просто покажи людям. Там очень демиджи. Не, просто наведи на него на рейндж, покажет. Видишь, какой вот этот зеленый кружок. Он пока... С какого расстояния? И кулдаун всего 7 секунд. То есть в прошлый раз при пуши можно было раза 3 закинуть его успеть. В это время Джаггеруми пока мы тут болтаем. Не, я показал, показал. Последний его вздох. То есть тут много чего можно отметить в плане скилла, но в любом случае Аноун молодцы. Падает он у них еще один лайн, и здесь без шансов волки берут свое. Но по-прежнему не сдаются. Аноун хотят, может быть, не знаю, выбить своего противника максимум из них сил. Такие силы здесь уже. Райт клик пошел в дело. Тут реально уже фанишься. То есть ты, наверное, больше минус моралишь противника, нежели устаешь. Ну что тут уставать? Одну кнопку, что ли, сложно нажать? Я думаю, нет. Тем более для этих товарищей, которые там никогда не добивались каких-то суперрезультатов. И тут они сейчас проходят в финал квалификаций. И завтра в случае победы они уже попадают на мейжер. Ну хотя подожди, стоп. Это же у нас первая карта. Что я прям совсем-то вперед побегаю? Ты же сказал, что они уже тут не бойцы. В этой карте не бойцы, безусловно. На самом деле в следующей карте мало ли что будет. В этой карте, да. В этой карте они уже точно не бойцы. Да, просто что-то я как-то тоже слегка уже подтупливаю. Десятки часов эфира, они не остаются незамеченными. Да. Волки не торопятся заканчивать игру. Пошли Айзи забирать. Они молодцы. Они за 24 минуты, в принципе, сделали очень много. И поэтому это тоже показатель уверенной игры. То, что можно остаться на фиде и вместо того, чтобы быстрее закончить, наоборот, затянуть себе игру. Тут уже проиграть довольно сложно, но можно. Дот она такая, с преимуществом 20 тысяч. Да, там есть вакуум, есть виверна всегда. Кого-то подловил, квапу какую-то забрали и так далее. Или VR-ку наоборот. Gamechanger способности имеются. Там вакуум ультвиверный, SF-чик сверху ультимейты, стенки, стяжки. И пошло-пошло-пошло. Можно камбетчить. Но сложно. Очень и очень сложно. Дум тем более с Аганимом. Он сейчас просто на кого бы не повесил свой ульт, это просто сразу смерть. Чен с Владмиром. Вот, вот, шарит тип. Мекка Владмир. Сиграю полностью на команду. Никаких Аганимчиков и так далее. Актарин появляется у квапы. Ну, без Аганима, кстати, странный выбор. Под Хекс, конечно. Чтобы, типа, да, Хекс был поменьше в КД, Блинк поменьше. В общем, все способности были поменьше. Ну и выживаемости много. Да, да. Запас Аманы теперь туча. Выживаемость хорошая. Бам-бам-бам-бам. В общем, такие креативные ребята. Колбы нет. Там в это время... Ну, Сеха, конечно, хотя бы раскастовал ультимейт. Сразу же все это дело отхиливается. Демаджик катастрофически не хватает. Зато вон дум, который висит на SF, и его поедить должен прикончить. Урна висит прям под фонтаном. Нереально жестко deri генится. Г-г. И goodgame, пишут ребята. Из-за наун. Ну, блин, сложно на самом деле что-то сказать. Тут тотальная переигровка просто. Ну, я не смогу сказать. 1.20, конечно. Что наун вообще ничего не могли. Просто перепикали как-то, и волки с первой минуты захватили свою игру. Они просто не отпускали на секунду. Надо постараться поиграть в такую же доту, тоже брать агрессию. И если перуанцы не хотят играть в лейт, то и самим попробовать тоже не играть в лейт, брать агрессию на агрессию. Ну да. И воевать. Ну что ж.